Представим себе человека, который набрал лишний килограмм, надо сбросить. Он же находится в состоянии просто ощущения того, что еда его окружает. Она везде, это еда, она тебя смотрит, она тебе говорит, у тебя завтрак, у тебя обед, у тебя это, у тебя то, опять десятое. Она начинает вот всю жизнь заполнять, порадоваться за счет еды. Значит, скучно стало, пошли к холодильнику, там что-нибудь испортилось настроение, надо что-нибудь, какую-нибудь сейчас плюшечку, значит, с вареницем, там, с варным кремчиком, там, со всей этой ужасой. Все, жир, гадость, сахар, рафинированный. Это несъедобно все на самом деле. И вот ощущение окружения, что ты постоянно окружен. И ощущение, что как бы еда в тебя заползает. Ну, то есть она в тебя ездит, а ты ее должен держать. А это крайне противоестественные меры, понимаете? Потому что, естественно, биологически, это как раз наоборот, как бы сказать, на всю еду-то, так сказать, смотреть. А, вот она, побежали, охота, понимаете, собирательство. Как там говорят наши предки были, охотники, предки себе, все про еду, понимаете? Не то, что они разумные, а эти просто собирают что-то, едят, а эти охотятся, бегают, едят.